всем привет вы на канале fox tail с вами катерина и мы продолжаем проходить life is strange давайте ка откинем грусть печаль пробудем 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 нашего внутреннего шерлока холмса и будем расследовать смерть гейба потому что как я говорил все это неспроста все это не просто так кто-то кто-то своим злом умыслом все это задумал мы должны его найти найти наказать поругать короче сдать его властям сказать вот он злодей за которого погиб милашка гейб который весь город любил кто это я не знаю подозрение на мака мы сейчас кстати пойдем разговаривать с ним по моему да зайдем по пути в магазинчик конопли конопли не был ни разу магазинчике конопли оп вот мы вот мы вот мы и практически внутри мы вышли с баром на нам дали ключи сказали живи сколько хочешь плату не возьмем но возможно тебе придется отработать нормально отработать имею ввиду поносить поднос хорошо джет сказал что маг должен быть цветочном магазине но при желании я успею в магазин марихуаны заскочить в россии фраза заскочу к я в магазин марихуаны звучит мне не просто страшно она звучит просто просто ужасающе у нас пришли с москет стеф давай просто прочитать прочитаем смс-ку от стеф та 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 где она у меня вот это да да какой же безумие нас ждет на сей раз напиши мне узнаешь чтобы это это они тут между собой общаются а погоди это тоже они между собой общаются алекс у нас отвечала год назад была готова уехать отсюда отправиться куда-нибудь еще как всегда и остался за гейби надо даже теперь несмотря на то что его больше нет и что я безумно по нему скучаю меня по-прежнему есть причина остаться спасибо что помогла мне это понять алекс хоть ты не умеешь играть настольный футбол готова к реваншу в любое время не готова я поддалась ей я же ей поддалась я отлично два раза выиграла третий раздуману пусть чтобы девка не ревела давай мы ей поддадимся если ты ни разу не поддавался в игре своему другу там или любимому или знакомым странный человек поддайся хоть раз это не передаваемые эмоции когда другой радуется давай поговорим с пайком спайк 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 пайк здравствуй привет ты как держишься ну бывало и лучше конечно да и то верно дурацкий вопрос слушай я все что я сказал тогда правду гей был замечательным ему удавалось меня смешить даже в самые тяжелые дни да не об этом все говорят и в общем когда ты будешь готова мне нужны будут твои показания для следствия так а ты все-таки следствие до решил завести ну ладно давай пока я не скажу что мак врет мы этого не знаем да я просто скажу что скоро буду готова погоди сейчас отойду немножко и приду к тебе думаю скоро я приду в норму ага не торопись это не горит но они все-таки пока это думает что это вот это будет вот это вот самое там который это несчастный случай называть вот надо вначале собрать доказательства потом ему уже говорить надо будет прогуляться по этому парку они горжись и его видел у воды я угол мрачный такой я не стал с ним разговаривать не знал что сказать послушаем подожди я не могу его прочитать да блин парень в очках алё вот могу хочу я же нажимал я ничем не могу помучить чувствую себя совершенно бесполезно понятно много хочу помучить она но не знаю как мы пока видимо тоже с тобой не знаю а есть карта надо будет прогуляться поэтому по мы читали погоди народ а понятно а где прогуляться то поэтому по вы мне мысли мои путаются мой таракан в голове в бане я хочу сказать где магазин марихуана подскажите кто-нибудь а как же тот несчастный случай честно говоря я что-то побаиваюсь если тайфон обанкротится и я тоже разорюсь с тайфоном что-то случится эта компания же несколько десятков лет обеспечивает хайвин спринт рабочими местами ладно ладно я согласен так это магазин велосипедов хер какая мы имеем право знать что у нас творится на работе как думаете ребят изменится что-то или нет трудно сказать я отдал тайфону 8 лет жизни и они не могут ответить на один вопрос о моей работе тайфона на всех плевать я так и не врубился что стряслось кто-то погиб ситуация дерьмовая конечно но сказать нам все таки как есть они могли это же вопрос безопасности вот-вот короче надеюсь совет вынесет это на голосование они тоже о да ну кто-нибудь видел после той ночной смены ни разу вот бедолага это не про мака говорят надо как нибудь его пивком угостить короче они как бы тоже загляну как в магазин марихуан да подожди ты я знаю я знаю что нам туда надо шахтеры тоже в шоке от того что произошло и говорят тебя учили не перебивать меня шахтеры говорят о том что они в шоке тоже от случившегося и хоть задавали вопрос впредь будет ли такое или нет и как это случилось им тоже интересно им ничего не отвечает да блин вот я все в порядке обожаю висеть на линии и эту песню тоже наконец-то я хочу аннулировать свое членство в американской автомобильной компании нет я сказала аннулировать а снулировать ох ядрёша батоша давай отойдем от внутреннего халка я я ничего не могу делать она так и будет говорить давай зайдем магазин марихуана ну же меня колбасить ну мать твою катенька катенька приведи меня туда где травушка ой прошу прощения не дала послушать мысли других урали мы ведь уже встречались ты сетра гейба да да я алекс я не очень хорошо узнала но сразу поняла что сердце у него доброе сочувствую твое утрате она похожа на райли и переоденем более молодежно волосы распусти носу не такой же ты чё ну прям близнец практически вот мы добрались наконец до магазина марихуаны куда только нелегко меня не занесет давай 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 сейчас мы с тобой это скажем а чё у вас документики нужны а может бесплатно дадите на пробу так сказать курнуть немножечко она наркотики нельзя говорить да youtube загубить наркотики зло зло наркотики запомни здоровый образ жизни хорошо кактусы хорошо конопля плохо кактусы хорошо напоминает цветущие кактусы вообще отлично когда кактус цветет цветок распускается очень красиво шарлотта и алекс привет сказал что ты хотела меня видеть я просто хотела узнать как ты давай скажем что что стараемся себя чем нибудь занять я стараюсь постоянно чем-то себя занимать когда отвлекаешься становится легче а ты как я даже представить себе не могу каково тебе сейчас если честно я изо всех сил стараюсь держаться ради и тена он очень страдает я слышала ему сейчас нелегко и он можно сказать потерял отца но он не подпускает меня к себе он никогда еще не был таким особенно если случалось что-то серьезное но пацану надо время да реально время лечит конечно херово она лечит скажу о тебе но лечит огромным количеством времени все переживают потери по-своему может ему просто нужно время мы с ним очень много пережили вместе развод переезд он никогда так не замыкался в себе я не могу до него достучаться давай мы поможем я не могу избавиться от ощущения что единственный человек который мог бы помочь мне пережить смерть гейба скейб это сам гейб более что это весьменный отказ от претензий от тайфона если я подпишу то обещание выдвигать обвинение против компании в обмен на денежную компенсацию весьма внушительную ты чё совсем что ли ты чё чего продать решила как тут но это подозрительно во первых во вторых не соглашайся ты чё как-то это подозрительно зачем им предлагать деньги если они сделали ничего плохого они это назвали жестом доброй воли но ты права он погиб из-за них а я вроде как освобождаю их от ответственности и что ты подпишешь не знаю я стараюсь в первую очередь думать о бытане но чё но то а ты бы как поступила думаешь это будет предательством по отношению гейбу вы чё во первых я продать своего родного человека ради денег а ты жить то потом как будешь прости господи я понимаю деньги всегда хорошо да человек мертв как бы вот ну и уже ничего не поделаешь у меня хоть какой-то плюс деньгами будет ну а совесть печи и похоронишь рядом с гейбом типа я возьму деньги все нормально совесть и вон там в могилке нет конечно я не продала в своих родных не забыли за миллиард долларов за все деньги мира отклонила бы предложение естественно мне кажется тебе не стоит это подписывать прости я понимаю как тебе тяжело но не позволяет айфон от тебя откупиться гейб им звонил и я это докажу мне просто нужно время спасибо за честность да не за что как бы отвечать как такие вопросы можно спрашивать раз они хотят заплатить шарлотте за молчание значит точно что-то скрывают как вообще я очень рада что ты зашла говорится шарлотта осматривайся не стесняйся как вообще можно такое спрашивать у кого-то ты же сама такие решения должны даже ты это они когда тебе вот эти тайфунцы принесли вот эту бумажку разорвала бы вот эту марихуану бы на отдыхала им прям в рожу бы кинул сказал слышу скотина и вы меня еще будете плясать а вас всех засажу засужу и закопаю в карьер и кальяном сверху вас прибью интересно каково это столько зарабатывать чтобы покупать специальную стеклянную штуку для курения травы и вообще не понимаю каково это покупать любую штуку для курения травы это плохо все это он проделал с помощью одной ржавой пилы бутылки джина впечатляет а надо почитать дожди историческое общество haven спринг санаторик волс фейсер был построен в девятнадцатом году и проработал до самого закрытия в двадцать седьмом под руководством доктора мартина и лога в санаторий успешно вылечили более 500 больных гриппом и туберкулезом о вон она чем михалыч окей пошли дальше а пошли быстренько 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 посмотрим а где я думал тут стойка с травами должна быть там вот марихуана афганская марихуана там китайская я вполне могу это нарисовать просто не хочу классно да выглядит мне кажется вообще классная штука мне нравится красиво альпинистка открытие выставки да 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 приходите организовываться буфет шарлотка у нас художница это вроде как мои скидки траву нет это чё дурочек что ли мы не будем скидка 30 процентов на день рождения продукты питания каждому покупателю который прочтет стихотворение на кассе пятерочки жаль такого нету я все стихи этого пушкина будем читала дороговато конечно разве детские мечты за тысячу баксов он продает свой комикс и там харман продается 1000 долларов а это рисунок слушай ну отлично он нарисовал женщину в красном плаще разве или от мужчина просто длинного волосы здесь был гейб мило очень-очень мило пошли дальше журналы давай посмотрим дай бюллетень посмотрит это интересно оденься ради бога секрет выращивание пышные травы сушевестра как понять что перед вами отсыревшая травка я не буду это читать я вообще думаю что вот это слово на букву мэ не надо произносить youtube будет палить меня мы будем просто мэ называть меня просто поражает как шарлота все это умудряется не бросить как все это время она короче не бросает магазин вот этой самой вот этой хлюновых листьев и работает давай почитаем новости серебряного дракона всем привет как вы возможно слышали недавно сказал скончался близкими человек последние несколько дней нам сыпта нам приходится очень непросто но мы стараемся не падать духом многие из вас приходили нас поддержать это очень много для меня значит словами не передать как я вам вам благодарна я постараюсь открывать магазин на несколько часов каждый день но пока к сожалению вещать ничего не могу прошу прощения за причиненные неудобства и спасибо за понимание гурт город листа куров это как так можно шкаф с работами обожаю стиль шарлота да прикольный у нее довольно интересные картины мне тоже нравится о боже мой это когда у тебя это ты сожрал шаурму на вокзале у тебя живот прихватил так господи где здесь туалет он говорит туалет стоит 100 рублей так сколько нет 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 я пойду вон за той собачкой под кустик морд покорчили прикольная штучечка это зиме в доминикане говорят что в них живут духи богов а мне он просто нравится а можно сюда вот классный чай даже с кленовыми листьями до лота преданность шарлот своему делу так вдохновляет а поняла это нам с тобой выбивать вот эти на на деревяшечках вот этим стамесочкой что может быть лучше чашечки травяного чая в холодный денек это бужуцкий магазин травки весь генофон скоро перепортит это да давай сюда не будем сходить а можно сюда зайти ладно все мы все осмотрели ты посмотрел ты рисунок и какая же часть мозга отвечает за наступление кайфа судя по всему весь мозг и все тело и вся радость что мы хотим давай с ней еще поговорим да а если что-то понадобится я всегда рядом давай ее почувствую она конечно права но мне очень бы пригодились эти деньги я понимаю как тебе тяжело сдаваться нельзя шарлотта я обязательно выясню почему мака лжет ой а можно футболку купить четкий логотип наверняка шарлотта его сама рисовала бонга бонга я знаю инструмент бонга да он наверное стоит дороже моего билета на автобус а я не знаю бонг это типа для тоже курения а есть же такой барабанчик бонг 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 список сортов мы читать не будем все мы здесь побывали давай отсюда выходить тогда да да пойдем дальше уйти пока шарлотта я за здоровый образ жизнь ты прости пойду штурничок найду вот этого твоего серебряного дракона мне не надо даже бесплатно даже пару килограмм даже если набить этим пару килограмм подушку спать и просто вдыхать слушай какие бы сны тебе веселые снились если взял вот эти кленовые листочки до набил бы подушечку нет они же должны это дымить ну поджог и спать лег вот это сны бы были осознанное сновидение знаешь это было бы круче это было осознанно щупательное сновидение что-то увидала а диана что-то со всеми говорит она же из этих из тех самых надо все же поискать мак в цветочном магазине дианка же 100 айфона а чё она там ходит вынюхивает акте цветочный магазин такой маленький город такой запутанный листовки листовки это цветочный магазин не таки то генерал стор а так мы отсюда вышли роматься вышли что-то меня путаете путаете меня давай вверх пойдем вот он парк где мы с тобой были слушай ну просто офигенно красивый городок черный фонарь а это вот с бара мы с тобой вышли с бара все я поняла о ты знаешь про несчастный случай в новостях говорили можно ему прочитать нет никого не уволили пока что нам надо собирать сведения мы с тобой коломбо меня не видишь да мама я по-прежнему работаю в тайфоне они все еще планируют расширяться на врагов работаешь нет мама звонить им не надо по моему он бесполезные сведения говорит красота какая не знаю вроде как голосование какое-то будет короче маменька ему сейчас будет говорить надевай шапочку шарфик а ты ничего не говоришь да просто что телефончики залипаешь да мы прогуляемся женщина не надо мне это долбить мне нужен цветочный магазин ой гирлянды посмотрим так странно сейчас готовится к празднику кстати да ой прошу прощения орнитолы крыльц ничего давай посмотрим и где же ты прячешься мой пернатый друг покажись пожалуйста не ты мне нужен она что ищет птицу прислушаться давай поговорим давай поговорим классный бинокулы птиц высматриваешь да пытаясь выиграть конкурс а ну удачи тебе спасибо ну ладненько а что за надписи ой ой подожди прозрачно мекает на то что любовь всегда остается оставляет свой след но я сейчас не в настроении а дерево да вы знаете ваша любовь очень больно бьет по моей коре вы на своих телесах пожалуйста почему-то не вырезаете вы рисуете там красочками да вы же не берете нож и не вырезать маша плюс глаша равно там дружба навек а у меня мне почему-то вы вырезаете взяли бы какую-нибудь эту краску просто нарисовали дерево кстати не вырезай вот этой хренью не страдай зачем она тебе это надо где деревьям тоже больно а я туда можно пройти не давай вот пойдем вниз по лестнице смотри где цветочный магазин у этот злой вообще он почему злой потому что ветер макушку надувает ну вот ему холодно поэтому он злится видишь цветочный магазин да я знаю что он а это мост через чем мы пришли все хорошо чекенку нет не смогла спустила все деньги на роман с лесорубом это все считаешь что мне понравится эта игра попробуй сам увидишь при условии что ты начнешь доступ в дайлайт а я подумал не полезные разговоры не полезные жаль что нельзя просто взять и сбежать из всего это отсюда нельзя мне да так я вот он мимо пробежать что-то мне не сказал сам видел мне не сказал вот он цветочный магазин пошли после магазина кленовых листочков цветочный магазин с ароматами роз орхидей что-то там гвоздик call просто рай для человека для нормального человека не тот кто перетирает листочки сушит а тот кто любит живые растения желательно в горшочке чтобы они не помирали это чур или так постарел я тут четко мы с тобой здоровались я помню в первой серии она еще обниматься полезла держи дистанцию бабушка она готовила значит переживаешь я прибитая извините нет нет не нужно извиняться как поживаешь дорогая но все меня спрашиваете а я я в порядке давай скажем достали мне эти разговоры у меня брат умер ну как я поживаю блин окей это вроде нормально сживу не заглядывая вперед вот и правильно молодец плакать решила что мак здесь помогал думал только что ушел вряд ли успел уйти далеко подняла спасибо что же я упал на упал на упал на на присоста ямба давай давай читаю чё случилось ну ты чё блин смотришь давай чё похоже она напугана нельзя оставлять ее в таком состоянии давай ближе подойдем а чё она испугалась давай мыслью прочитаем я тоже хочу мысли читать вот оно а чё там светанулась поезда то машина трасса я не понимаю можно мне образами или словами перевести итак пора выяснить чего же она боится а чё она испугался как ей удается все это скрывать а чё скрывать то погоди так чё баба испугался настолько сильно кассу давай кассу смотри давай мои воспоминания исчезают как будто сломалась у нее альцгеймер да мою мать мне кажется ты хочешь что можешь случиться с человеком когда ты теряешь память и просто все забываешь родных любимых самую любимую серию доктора хаоса вот прям чай беда если они знают о моем состоянии то заставит меня закрыть магазин эти груни альцгеймер бабулька жалко причем шахматы может по всем по любому человеку там по-моему нет предрасположенности особенно доктор сказал что время еще есть но все идет на перекосяк что еще мы можем фотку можно посмотреть мне кажется фотку 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 нельзя посмотреть быстренько бежим заднюю дверь если роли об этом узнает нельзя чтобы она узнала блин да как так то надо наоборот рассказать если у тебя какие-то проблемы со здоровьем ты должен рассказывать близким вы чё спасибо дорогая я сейчас же им займусь просто приходи с чеком когда освободишься видал как у нее вообще все цифры перепутаны как будто это действительно по голове о господи офигеть вот как я тяжко то живется а давай выпутываться отсюда не это слишком тяжело офигеть вот это глюкозавры пошли поддержим ее не нужно дело не только в том что она забыла что делать она боится забыть вообще все как же ей помочь я не знаю как ей помочь ты посмотри мы сейчас в ее воспоминаниях ахренаха а я еще заново опять все это ну это девушка ёдрё навошь а такое не лечится поэтому память тренирую с детства но воспоминание исчезла так мы здесь посмотрели бежим назад мы в ее жутких кошмарах бляха муха я не хочу здесь оставаться давай вынырнем у меня как будто что-то сломалось так и мы с тобой еще видели цветочный вот этот доктор сказал что время еще есть так и быстренько к двери бежим яска она не бегать прикинь они заставят меня закрыть магазин теперь пойдем с ней поговорим наверное помочь давай поможем забыли на чем работали похоже на то все таки старый сказывается может я смогу помочь так может спросить урали попробуйте вспомнить что вы делаете хорошенько потом попробуйте сосредоточиться а как она вспомнит а если хорошо попробуйте сосредоточиться на чем-то другом давай вот это выберем мне кажется дерьмо выбрала попробуйте заняться чем-нибудь другим а не может вспомните что хотели сделать возможно но я не могу избавиться от ощущения что это было что-то очень важно вот только не знаю что а может спросить урали нет а если хорошенько подумать может попробуйте закрыть глаза и сосредоточиться на том что вы делали пробуй пробуй давай баба пробуй все надо пробовать мозги надо напрягать периодически нет места на другом как она вспомнить у нее память потерять их если бы давай ара или выбирать может спросить урали ара или знает может спросить урали нет нет нельзя спрашивать райли ага понятно мне бы не хотелось ее беспокоить ну и просто тогда что вы делали вспомнить похоже вас здесь сегодня полно работы давайте я помогу вам вспомнить что вы делали я не хочу тебя задерживать милочка дай мне не сложно ты же в ужасе в панике я добрый человек я помогаю всем но я хочу вам помочь никто не узнать я унесу твой секрет могил хотя как брайли надо рассказать не я не несу секреты плохой я буду через сказала вот встретила бы рассказала бы и так что были но сделала в первую очередь открыла бы вывеску на вот это чаба чабалки . 1 она пооткрыла магазин вы должны быть перевернули табличку на открыто я всегда переворачиваю сразу как прихожу а потом просматриваю почту вот наверное что-то меня отвлекло так ты лучше теперь мы справимся так у нас с тобой касса горит она сказала проверяю почту пойдем проверяем почту почту мы проверяем с тобой где это касать не то почта у нас должна быть вот где-то здесь свой нет нет телефон не 2 нет а почта на гостару проверяет ну тогда давай считать что она пошла за кассу вот же почта лежит я думаю что она открыла кассу когда продавец приходит он открывает магазин потом открывает кассу я думаю что это второе потом подойдет к цветам а не когда я вошла вы стояли здесь может вы подсчитывали выручку в кассе я бы сделала это еще вчера вечером тогда ты зазвонил телефон и она пошла отвечать вот чем может быть вас отвлек телефонный звонок да утром как только я пришла мне позвонили но не могу вспомнить кто именно давайте поищем то что поможет вам вспомнить цветы давай подойдем к цветам она там говорила что про цветы про букетики может быть она вспомнит кто звонил под по цветам скажет лилии вот кто заказывал лилии она точно должна помнить кто любит лилии в городе вы сегодня подрезали эти цветы они же сдухшие тебе не обязательно со мной все будет в порядке я никуда не тороплюсь я тебе говорю лилии подрезала они же стухшие чё за тик 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 пошло не надо митик тик тик но тут остается нам только фотку взять может быть вам звонила райли знаешь кажется ты права она позвонила мне чтобы сообщить о новом заказе господи что же в нем было те завядшие лилии который блин пора выкинуть пойдем покажу ты за цветами мать лучше последила в холодильнике бы хранил ой сколько лентачек красота какая ладно пошли пошли лилии покажу тсуши их воду ставить надо нельзя оставлять так лилии они же закиснут вот или 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 песни же есть провели это срочный заказ должно быть больше зачем заходила райли оплата чеком случае срочный заказ назад мне кажется заказ мог быть на эти лилии ох ну конечно же райли еще помогала мне их выбрать перед уходом теперь осталось только выяснить кто же заказал так оплата чеком тогда надо подойти в кассу в кассе может быть чек хранится понимаешь хотя я не знаю кто в кассу кладет чек туда деньги кладут но вариантов больше нету поэтому будем считать что здесь чек за лилии должен быть где-то здесь так если мы его найдем то узнаем кто заказал да он где-то же здесь я говорю кто какой дурак сует мистер джедая лука как тебя зовут дедая джедая это родители прям извращенцы мистер джедая джедая лукан я поняла ты понял родители джедая поклонники звездных воин они хотели назвать сыном да да а назвали джедая почти как джедай оплату за приказ оплатить приказу цветы лилии 89 долларов но этот это букет высокой корзине джед лукан нифигасе лилии стоит 89 баксов охренеть у вас цен похоже лилии для джеда дай точно роли передала мне заказ для джеда джед это тот старичок джед и дай полный имя я знала что у нас все получится без тебя бы я не справилась да ладно ничего страшного я вообще молодец поискали не доделаны джед наверно устраивает какое-то мероприятие интересно зачем ему лилии это же похоронные цветы господи она не помнит лилии похоронные цветы с каких пор ай да ладно не говорите и прогиба сказать и прогиба не ну не а почему не говорить но она все равно узнает давай скажем ей пройдем и и расстроить твою я не знаю да скажем ей прогиб на пусть знает ну а чё но это же правда но ё-моё ночи и врать то услышишь еще у кого не смогу на улице выжить упадет в обморок от новости они предназначались для помина гейба для помина гейба ой бляха муха прости что я тебя расстроила поминки я их пропустила блин как я ненавижу говорить правду людям когда она вот такая суровая твою жизнь так херово знаешь когда вот это переломная минута алекс мне очень жаль переломная даже не минута секунда когда человек сейчас находится в хорошем состоянии и у тебя херово носит и должен есть сказать ненавижу она пошла рыдать и и помогать как это грустно вот человек секунду назад был нормальным счастливым и ты ему говоришь там вот вот такая вот херня господи это было ужасно по крайней мере я сказала и правду прям грустно честно ненавижу не доводилось жизни говорит людям очень плохие новости прям прям вот так тебя меняет она очень страдает но я я не хотела лгать да потому что как ты все равно бы она узнала где-нибудь горе на улице по услышал от людей эту новость в ужасе упала бы в обморок и чё тут хоть он сядет на стульчик порыдают платочек рядом ух как все это грустно уходим это грусть печаль я не хотел себе грустить бабуля портишь мою атмосферу веселья не надо было говорить в другую кто-нибудь говорил почему я на себя всегда беру таких ведь ответственность за чужую жизнь а но наш забудь по сути она опять забудь если не справлюсь памяти она забудет и кто-то другой искажет пусть он будет виноват давай или не рассказал что мы где-то по близости но тут я его что-то не вижу может он на мосту тап телефон подскажите как можно приручить бездомного кота нашла этого милашку мусорных бак это не ты меня нашла это я улиц к тебе давай люби меня корми не смотри что я похож на помойную крысу я красавчик от бога крупный котик какой пухлячок жасмин это не бездомный кот а детеныш горного льва детеныш горного льва будь осторожна они бывают очень агрессивны когда чувствуют опасность попробуй оставить дверь открытый может он уйдет сам а если он у меня под кровать метло его вызывая как он ее под кровать если она его мусорном баке сфоткал мусорка что под кровать прикольно с огромный раз сообщаем что скоро в нашем городке появится новое лицо поприветствуйте джека стивенса нового владельца ресторана возле парка всем привет уже не терпится всех вас накормить добро пожаловать приятно познакомиться если что-то понадобится ходи в любое время это ловушку шучу шучу окей прикольно мы с тобой это сейчас почитаем смс-ки так ралли писала мне гей был самым неравнодушным человеком которого я знал он постоянно искал способы улучшить свою жизнь переехал в haven спрингс чтобы найти отца мудрился поднять себе на крышу гриль блин он всегда был готов помочь тем кто тоже хотела изменить жизнь к лучшему на мое собеседование в колледже он потратил даже больше времени чем я сама таких людей как он встречаешь только раз в жизни прощай гейб я всегда буду по тебе скучать какое чудесное послание и грустно окей прощание с гейбом было скидочки в нашем дракончики и кишки знаете что давайте мы на этом закончим пойдем потом мако искать к этому к мосту вон там он будет находиться вот ну что-то опять на какой-то грустной ноте конечно на граба более забудет и все будет нормально какая куда почапал в таких резиновых сапога к той да я пошла карасей ловить от станет меня от всех выловишь мне ничего не достанется ладно заканчиваем я тоже поправляю очки прощаюсь с тобой прикольная серия мне понравилось все больше все больше раскрывается вот посмотрите чё уже наловила мать вот у тебя этот спиннинг дура что ли я это сети закинула рыба сама половится я пойду птицу искать это же орнитолог ты чё не узнала капюшончики орнитолог ладно лайки мне поставьте пожалуйста буду очень рада комментарии напишите буду рада вдвойне а если подпишитесь на канал то вообще золото солнышко и встретимся в следующей серии всем пока пока